Бисмиллахи рахману рахим Восемь часов по московскому времени на урок Тафсира Сегодня у нас с вами Сура Курайш 106 сура Священного Курана Вначале ее зачитаем Астаиду биллах Ауду биллахи мина шайтан Раджим бисмиллахи рахману рахим Всевышanno Аллах Субханава Ва Та'алья сказал Ради единения Курашитов Ради единения их во время зимних и летних поездок Пусть же они поклоняются Господу этого дома То есть Рабба Хадальбейт Именно Господу этого дома имеется ввиду Кааби который накормил их после голода избавил их от страха это сура уважаем братья и сестры маккия мекканская сура в этой суре субханаху ате аля юхбирулла альза ваджелла ан-бады неами в этой суре всевышний аллах субханаху ате аля оповещает о некоторых своих милости которые он дал субханаху ате аля ли или фигура ищи то есть начинается 1 аят этой священной суры это суре священного курана начинается ли и лайфи курайш ради единения курайшитов то здесь задается вопрос что что ради единения курайшитов почему именно аллах начал ради единения курайшитов то есть что должно произойти или что нас в хана хочет этим сказать во втором аяте субханаху ате аля говорит или альфа и мрех лата щита его сайф единение их во время зимних и летних поездок здесь остановимся сейчас мы еще аллах постараемся взять тафсир эта сура она короткая сура но весь куран он великий и значение курана и смысл курана он как аллах субханаху али не спасал пророка мухаммаду саллаху алейсалям и сануну к алейка каулян текили тяжелое слово он куран на ане кафира много в нем смысла в одном аяте содержится поэтому сейчас мы должны с вами вернуться в тафсир первое мнение первое слово ученых мишу раинда баад аглин у некоторые некоторые из ученых таких как мухаммад бин исхак сахабу сира абдурахмад бин заид бин аслам они говорят то что это сура анна хави сура муртаби татун бисурат и латика бляха то что это сура связано сур с той суры которые до этого до этого какая сура идет 105 сура фил то есть мы еще аллах эту суры разберем следующем эфире на следующий в четверг битана здесь имеете ввиду что на хадис сура муртабиду бисурата ли кабля то здесь лам ли и лафи курайш то есть ради единения курайшитов лам хуна ли аджель то есть лам хуна то есть ли для то есть ради единения курайшитов то что мы с вами на следующем уроке возьмем то что аллах субханава тааля сделал разгромил владельцев слона то есть вот эта вот история абраха который мы возьмем на следующий урок иншарла то есть то что вот то что с ними случилось то есть ради этого мы сделали это для чего чтобы объединить курайшит то есть вот эта история все с абраха с�ланами была связана с теми и аллах разрушил уничтожил ради чего л roku курайш точно это ради того чтобы объединить курайши то вместе это мнение одно из мнений учёных как Мы сказали на это мнение Абдурахмад бин Зайд бин Аслам и также Мухаммад бин Исхак, сахабы Сира. Второе мнение, оно более достоверное, которому Ибн Джариль Аттабари, муфассир, великий муфассир, знаете, он тот, то есть великий муфассир, он на то мнение, что это То есть эта сура, Аллах Субхану Али, начинает ради единения курашитов, после этого, что должно быть связано не с сурой, которая до этого, а с тем, что придет в конце этой суры. То есть что в конце Аллах Субхану Али этой суры говорит? То есть поклоняйтесь Господу этого дома, Господу Ка'абе, Аллаху Субхану Ата'аля. То есть ради того, чтобы вы, курашиты, поклонялись Аллаху Субхану Ата'аля, Господу этого дома Ка'абе, Аллах Субхану Ата'аля ради этого сделал вас, объединил, который накормил их после голода и избавил их от страха. И третье мнение тоже, кавлю салис лит ааджуб, то есть здесь удивление, то есть как бы Аллах Субхану Ата'аля удивляется ради того, чтобы объединить курашитов. Ведь курашиты, давайте поговорим, кто такие курашиты, кто такие курашиты. Мы знаем, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейсалам, он был из курашитов, но курашиты делились также на кланы. Бану Махзум, из Бану Махзума, например, Алвалид бин Мухира, это тот, который был, враждовался посланником Аллаха, саллаллаху алейху асалям, его сын Халид бин Валид, знаете, Халид бин Валид, который тот сахаба, который сейфу Аллахи маслюк, то есть меч Аллаха Субхану Ата'аля его было, как прозвище, ни одной битвы не проиграл ни до ислама, ни во время ислама. Из Бану Махзума, Бану Ади, тоже это ветвь от курашитов, один клан курашитов, из этого Тейпа, из Бану Ади, Умар имен Хаттаб, рада Аллаху альху, Бану Кааб, Бану Абду Шамс, из этого Тейпа, из этого клана, из Бану Абду Шамс, Утман, рада Аллаху альху, Бану Сахм, Бану Тейм, из Бану Тейма Абу Бакр, рада Аллаху альху, Бану Джумах, из Бану Джумах, Абдуллах бин Джуда'ан, который был очень щедрым и кормил всегда те, кто приходили на хадж. Пророк Мухаммад, и также из этого Бану Хашим, Бану Хашим, тоже из курашитов, это наш пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям. И курашиты делились на, как ученые говорят, на асхабу сира, те, кто занимается историей, делились на Кураш Битах и Кураш Завахир. Кураш Битах, это те курашиты, которые жили близко от Каабы. Завахир, это те жили, которые на отраве Макка, которые жили за Маккой, где-то при въезде, в Мекку. Мекка сама, это то есть Мекка сама, она была уважаемые братья и сестры, то есть то есть долина, там ничего не росло, даже из дуа в сурат Ибрагим где Ибрагим сказал, о, Аллах, я оставил свою семью, в ваде, в долине, где ничего не растет, то есть пустыня, ничего там не росло, около около Каабы Кураш почему названо, что такое Кураш, как переводится Кураш? Кураш одно из мнений, то что есть такая рыба, Кирш, переводится на русский язык Акула то есть вот это вот Кирш, вот это вот то есть их, то есть они такие мощные были, сильные, и также Акула, она самая такая из опасных и рыб, поэтому как бы их назвали, то есть Акуль, Хаймунат и Бахр, то что самое сильное животное, которое живет в море, в океане, это Акула также их как бы приписали Курашитов именно к этой Акуле также именно Такарруш или Такриш то есть они занимались торговлей, занимались бизнесом, ведь у них не было, там ничего не росло, земледелем они не занимались, занимались торговлей и с того Такарруш, то есть собирали джамы, то есть собирали богатства, собирали то есть через куплю, продажу, занимались торговлей, поэтому называется Курайш Курайш это фигр такое там есть понимание кулью фигарин курайш в кулью курайш и фигрун фигрун это прапрапрапрапрапрапрадед пророка Мухахмада, саллаху алейсалам, он же есть Курайш То есть, кто приписывается к этому Фигру, Ибн Назару, Ибн Малику, Ибн Кинана, его называли Курайши или Курайши. Курайши или Курайши. Точно на русском, когда мы говорим Курайшиты, они все возвращаются к этому своему пра-пра-пра-отцу. Также есть изменение, что возвращается к Фигру, а к Назару, то есть отцу Фигра, Назару, Ибн Малик. Приводится достоверное хадисо пророка Мухаммада, саллаллаху алейху ассалям. Инна Аллаха стафа дани Исмаил, ва стафа кинана мин бани Исмаил. Аллах избрал бани Исмаила, детей Исмаила. Кинана избрал Аллах, субханава тааля, от бани Исмаил, от детей Исмаила. Ва стафа курайшан мин кинана. Курайшитов Аллах, субханава таалей, избрал из кинаны. Ва стафа бани Хашим мин Курайш. Бану Хашима Аллах, субханава таалей, избрал из курайшитов. Ва стафа ни мин бани Хашим. И меня избрал, сказал, саллаллаху алейху ассалям, из бану Хашима, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям. То есть поэтому мы понимаем, что Курайш это из мин кинана, от кинаны. Приводится также то что Пришёл на род Пророку Мухаммаду И сказали ему Ты из нас Они были из клана Кинаны И пришли к Пророку Мухаммаду Сказали ему По материнской линии Бабушка Пророка Мухаммада Была из Бану Кинана На что им ответил Пророк Мухаммад То есть как будто они сказали Пророку Мухаммаду ты к нам приписываешься. Ты наш родственник. Но посланник Аллаху саламу ответил То есть Он дал им понятие. То есть я по отцу считаюсь, не по маме. Мама отбану кинани, но я по отцу. Я из курашитов, я не из вас. Вот так вот ответил и дал нам понять то, что мужчина, то есть он именно приписывал по своему отцу его идет род. Не по матери, не по материнской линии. А именно мусульман идет по отцовской линии. Поэтому то, что мы с вами на прошлой передаче сказали, на прошлом эфире. Такая поговорка у арабов. Абнауна, абнау абнаина ва абнау банатина риджалю адаиди. То есть наши сыновья, это сыновья наших сыновей. То есть наши сыновья, сыновья наших сыновей. А сыновья наших дочерей, это далекие мужчины. То есть они к нам отношения имеют. То есть имеется в виду, здесь в чем смысл, уважаемые братья и сестры. То есть идет именно вот это тейп, кабиля, фамилия, все по отцовской линии у мусульман. Вот это вот хадис, где пришел народ. Посланник Аллаху саллаху алисаму сказали, что ты из нас, ты из Кинани. На что им ответил пророк Мухаммад саллаху алисаму, что нет, я из Курашитов. То есть я приписываюсь к своему отцу. Есть разногласия по достоверности этому хадису. Но большинство мнений, что это хасан, хороший хадис. То есть достоверный, хороший хадис. Здесь, да, Субханаху ва Та'але сказал, ради того, чтобы объединить Курашитов. Их объединение было во время поездок зимних и летних. Что же за поездки? Зимой они ездили в Йемен. Потому что в Йемене было жарко летом. Они туда и отправлялись зимой. В Саиф летом они ездили в Шам. Для чего? Для что-то оттуда покупали. То есть они занимались Курашитов торговлей, покупали беда, покупали какой-то товар. Потом возвращались в Мекку и продавали этот товар там. Те люди, которые приезжали на Хач, на Умру, они им продавали этот товар. То есть посмотрите, уважаемые братья и сестры, в следующем аяте, Субхану Ва Тааля, сказал То есть вам Аллах, Субхану Ва Тааля, вас объединил, Курашит. Вам Аллах, Субхану Ва Тааля, дал такие блага. Вы занимаетесь торговлей. Вы выезжаете в Йемен, покупаете оттуда товар зимой. Летом вы ездите, Аллах вам облегчил путешествие в Шам. Оттуда покупаете товар. То есть у вас ничего не растет, да, Субхану Ва Тааля. У вас нет земледелия, чтобы вы чем-то торговали, продавали фрукты, овощи. Да, но вы все равно живете, Аллах, занимаетесь торговлей. То есть ради этого вот тот няма, ту милость, которую Аллах, Субхану Ва Тааля, вам дал. Что делать? Яджибу алейкум. Вам обязательно после этого что? Поклоняйтесь Господу этого дома. Господу Ка'абе. Аллаху, Субхану Ва Тааля. То есть по правде у них ничего не росло. Аль-Камх, например, пшеницу, зерно. Им привозили из Ямама, из Наджда. Не росло на территории Микки. Финики, Тамр, у них не росли. Привозили из Яфриба, из Медины, из Йемена какой-то товар. Какая-то пища, ничего не росло. Но несмотря на это, Аллах, Субхану Ва Тааля, что говорит? Аллах, Субхану Ва Тааля, спас вас от голода. То есть накормил вас после голода. И дал вам местную, то есть безопасность. То есть Аллах, Субхану Ва Тааля, в Мекке никто не нападал на Мекку. То есть если посмотреть, Каба'или. Постоянно раньше кланы, вот эти вот, тыпы, арабские племена. Они всегда друг с другом воевали. Всегда друг с другом воевали. Но однако на Курашитов никто не нападал. Ни Бану Бакар, ни Хуза'а, ни Бану Са'киф, ни иудеи, и яхуды, которые жили в Медине. Никто на них не нападал, именно на Курашитов. Аллах, Субхану Ва Тааля, спас Мекку. То есть потому что там Каба находилась на территории Мекку. Никто туда не нападал. Аллах, Субхану Ва Тааля, в сурате Аль-Ан-Кабуд сказал. Неужто они не видят то, что Мехарам, Мекку, где находится Каба, сделали безопасным местом. А за территорией Мекки нападали на людей. То есть так же и были Кута Аторук. Во время путешествия, когда они направлялись в Йемен. Когда они направлялись в Шам, были по дороге варвары, которые нападали на караваны. Отбирали у них богатство, отбирали у них деньги. Иногда даже убивали. То есть постоянно вот это вот. У них постоянно были среди Кадая, среди кланов, среди вот этих арабских племен. Всегда были воины. Даже они говорили, кроме останавливаться, не воевали, когда были Ашхруль-Хурум. Почитали, то есть запрет на месяца. Поэтому даже один из них сказал. Иногда мы даже на брата своего нападали. Если не находили врага, находили только брата. То есть постоянно у них были войны. Однако на Курасшитов никто не нападал. Даже когда они отправлялись в Йемен, когда отправлялись в Шам с торговли. Если к ним варвары походили, они говорили, мы мекканцы. Или говорили, мы принадлежим ахлиль бейт. То есть мы из этой территории. И все, к ним вопросов не было. Их оставляли, на них не нападали. Также в этой суре есть два вида чтения. Два кыраата, которые мы читаем. Оба они пришли от пророка Мухаммада. Оба вида чтения, они достоверны. Здесь, Субханаху Матя'ала, оповестило их то, что две вещи, две милости. Здесь упомянулся Ваше на Аллаху Субханаху Матя'ала. То есть самые великие милости, уважаемые братья и сестры, это когда человек может себе принести пользу, это раз. И второе, когда может отдалить от себя, от своих близких, от своей семьи какой-то вред. И здесь, Субханаху Матя'ала, оповестил о двух этих великих милости. Аллах, Субханаху Матя'ала, накормил их, спас их от голода. Это нафа, это польза. И спас их от страха. То есть отдалил от них страх, это отдалил от них какой-то вред. То есть ради этого, за то, что Аллах, Субханаху Матя'ала, тот Господь, который накормил вас, спас от голода. И тот Господь этой Каабы, то есть вы сейчас находите на территории Мекки. Вам Аллах, Субханаху Матя'ала, дал этот подарок, то, что вы охраняете эту Каабу. Аллах, Субханаху Матя'ала, дал вам, накормил вас. И Аллах, Субханаху Матя'ала, спас вас от... То есть сделал ваше место безопасное. Никто на вас не нападает, никто вас не трогает. Ради этого, благодарите Аллаха через что? Вместе поклоняйтесь Господу этой Каабы. То есть возвеличивайте. Аллах здесь, Субханаху Матя'ала, дал нам показать, дал нам, уважаемые братья и сестры, пример. То есть когда Аллах, Субханаху Матя'ала, какую-то милость нам дает, мы должны его восхвалять, должны его благодарить. И самое лучшее благодарность Аллаху, Субханаху Матя'ала, это поклонение Всевышнему, Субханаху Матя'ала. Если мы будем благодарны Аллаху, то Аллах, Субханаху Матя'ала, еще больше нам даст. Всевышний, Субханаху Матя'ала, скажет, если будете благодарны мне, я вам еще больше дам, еще больше увеличу. Но если будете неблагодарны, тогда увидите мое наказание. То есть часто такое бывает, когда человек просит что-то у Аллаха в поклонении. Аллаху, дай мне хорошую работу. У Аллаху, дай мне хорошее образование. У Аллаху, дай мне баракат в этом. Аллаху, дай ему дает. Что он должен делать? Еще больше благодарить Аллаха. Еще больше поклоняться Всевышнему Аллаху. Но, к сожалению, часто бывает такое. Аллаху, дает, человек уже забывает об Аллахе. Забывает тот момент, когда он просил этого Всевышнего Аллаха. Сидел в мечети, просил Аллаха дуа, просил эту работу. Получил работу, уже на мечеть не приходит, уже его не видно. Уже он не поклоняется Аллаху, дай мне должным образом. Вот это нужно, если уже человек, после того, как Аллах дает ему какую-то милость, забывает об Аллахе, Аллаху, дай мне в любой момент может это забрать. Если мы хотим, чтобы у нас милости, которые Аллах нам дал с вами, увеличились, то тогда мы должны благодарить Аллаха. И Аллах, субхану ай-салям, говорит, я непременно вам дам еще больше. И этот, опять же, отсюда мы понимаем то, что хадис пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал, обратите внимание, кто проснулся, его тело здорово. То есть, например, он не болеет какой-то болезнью тяжелой, не болеет там раком, не болеет еще чем-то там, опухолю, у него нету головного мозга, или еще чего-то, какой-то страшной болезнью, он проснулся. Алхамду лилля, у него страшных болезней нету, он проснулся. Его тело здоровое. Второе. У него есть, что покушать на сегодня. Есть пропитание одного дня, ни одного месяца, ни одного года. Есть, что проснулся, есть, что сегодня покушать. То есть, он в безопасности. То есть, он находится, где он живет, где он ночует, тот город, в котором он живет, он в безопасности, на него никто не нападает. То есть, есть, как говорится, крыша над головой, да? Как будто ему, в таком случае, как будто Дуня ему подчинила. Все богатство этой Дунии у него есть. Все богатство у него этой Дунии у него есть. Часто мы с вами просыпаемся, братья и сестры, и думаем, эх, как бы вот так вот вот эту сделку не пропустить. У нас в телах мы здоровы. Кушать, что у нас есть. Крыша над головой есть. Находимся в безопасности, да. Всегда бывает, астахфорулах, человек на что-то жалуется, жалуется, жалуется. Ему не хватает, не хватает, не хватает. Вот здесь он должен постесняться Аллаха, субхану ва ta'ala. И да говорить, аль-хамду лиллях, аля кули хал. Благодарю Аллаха за любом положении. В любом положении. И больше благодарить Аллаха. Больше внимания уделять поклонению Всевышнему Аллаху, субхану ва ta'ala, тогда Аллах спонтану даст. Тогда Аллах спонтану даст. Нам должно быть иногда стыдно с вами жаловаться, посмотреть на людей, которые там живут без крыши, у них нет домов, которые без воды живут. В Африке там от засухи погибают. Где-то войны, где-то еще что-то, какие-то проблемы. Аль-хамду лилля, у нас с вами таких проблем нету, иншаллах. Поэтому побуждать это нас также, благодарить Аллаха и помогать близкому, иншаллах. Тот, который нуждается. И это, уважаемые братья и сестры, вот эти две ниамы, о которых сказал Всевышний Аллах, субхану ва ta'ala, то есть польза и отдаление от вреда, как ата'амаху мин джуа, потому что Аллах, субхану ва ta'ala, дал им, накормил их после голода, то есть спас их от голода, и сделал их место безопасным, то есть дал им некое такое спокойствие, сердец, отдалил от них страх. Это да'ва, это Ибрахим, алейсалам. Это дуа, которую сделал Ибрахим, алейсалам. О, Аллах, он сделал дуа, О, мой Господь, и сделал дуа за Мекку. О, Аллах, сделай этот город безопасным местом. И второе, и жители этой Мекки накормили из плодов. То есть это там ничего не растет, но однако, Аллах, с тажаба, аля дуа от Ибрахима, алейсалам. Аллах принял дуа, Ибрахима, алейсалам. Это местность Мекка, Батка, Аль-Ка'ба, безопасная местность. И, алхамдулля, ризг, арзак, туда приходят со всего мира. Бисмиллаху рахмаму рахим. Ради единения Курашитов. Единение их во время зимних и летних поездок. Мы сказали, зимние поездки были в Йемен, летние поездки были в Шам. Они оттуда ездили, покупали там товар, привозили в Мекку, продавали. Пусть же они поклоняются Господу этого дома. То есть поклоняются не дому, не Ка'бе, а Создателю Ка'бе. Аллаху, субханаму та'аля. Аллаху, субханаму та'аля. Аллаху, субханаму та'аля. Который, Аллах, субханаму та'аля, накормил их после голода и избавил их от страха. Это вкратце то, о чем мы сегодня хотели сказать. Небольшой тафсир этой суры, краткий тафсир суры Курайш. Иншаллах, помилуйся, в Аллаху, субханаму та'аля. В четверг мы с вами встретимся, иншаллах, в 8 часов по московскому времени и возьмем краткий тафсир, краткий тафсир суры Альфиль. И субхану, 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 Альфиль. Альфиль. Продолжение следует...